Норвежская пресса ничего не знает о России. Анки Герхардсен. Автинпостен. Норвегия. 22 апреля 2018 года. Когда я первый раз попал в Россию, то больше всего удивился, что там, оказывается, живут обычные люди. Это написал 20-летний студент-журналист из города Будё. Он в первый раз приехал по обмену в русский город Архангельск, где делал репортаж вместе с российским коллегой. И только что фактически признался в том, что Россию ничего не ассоциируется ни с чем и на им, кроме как с тиранья и диктатурой. Однобокий портрет соседа помимо колонки с размышлениями о СМИ в Автинпостен. Автинпостен. Я сотрудничаю с агентством Баренц Пресс. Баренц Пресс. Там мы ведем разные курсы и совместные проекты для российских и норвежских журналистов. Мы не собираемся не свергать российский режим, не раскрывать русским глаза на то, как паршиво им живется. Мы лишь хотим дать журналистам возможность развиваться профессионально и набирать сознание и опыта, чтобы у читателей, в конце концов, сложилось не такое однобокое, а чуть более гибкое и к тому же основанное на фактах представления жизни в соседней стране. У норвежской прессы дела с этим идут особенно туго. Несмотря на общую границу и общую историю, о повседневной жизни русских норвежцам попросту ничего не известно. Узость мышления и предрассудки не вызывают никаких сомнений, что положение демократии в России прискорбно. Коррупция охватывает все сферы жизни, власть сжимает свою хватку, свободная пресса мало-помалу перестает быть таковой. Но перестав освещать другие стороны жизни, мы костенеем в своем представлении о русских и утрачиваем способность критически мыслить и беспристрастно оценивать события. Когда в России задержали за шпионаж норвежцев Руди Берга, Фроди Берг, обозреватели, политики и эксперты поспешили возложить всю полноту ответственности на Путина. Мысль о том, что в деле действительно могли быть замешаны норвежские спецслужбы и что Россия не просто так играет мышцами, журналистам показалась настолько дикой, что ее никто всерьез не рассматривал. Такие же предвзятые мнения мы видим в освещении дела Скрипаля. Афтин Пастин вошла в число тех немногих газет, предположивших, что отправление экс-шпиона нервно-паралитическим веществом могло быть на руку и другим силам, помимо российских властей. В остальном же мы просто приняли на веру британскую версию о том, кто виноват и что делать. Демонизация отупляет скоропалительные выводы и недостаток любопытства зачастую уйдут рука об руку. Путин действительно повинен во многом, но его демонизация отупляет. К тому же она создает предрассудки, от которых отношения между нашими странами станут еще хуже, чем следовало бы, как на политическом уровне, так и среди простых людей. В том, что 20-летний норвежский юноша не видел в русских людей, пока не встретился с ними лицом к лицу, виновата и наша собственная пресса. Анки Герхардсен занимается журналистикой с середины 90-х годов, сотрудничая как с местными, так и с национальными СМИ. Преподает в Северном университете, Будё. Руководитель проекта в агентстве Баренц Пресс.